Большую часть мигрантов составляют граждане соседнего государства Китая. Остальные – жители стран ближнего зарубежья – узбеки, таджики, азербайджанцы. Ежегодно каждому городу выдаётся квота на количество ввозимой рабочей силы. Работодатели заранее составляют заявки. Однако гораздо выгоднее завозить иностранцев под видом туристов, которые получают за свою деятельность чёрную зарплату. И, соответственно, работодатель не платит налоги. Или же сами иностранцы занимаются предпринимательской деятельностью. Иностранная рабочая сила, о чём говорит Сергей Поликапович, она вот она, на нашем китайском знаменитом рынке, когда впереди продавец русский, а сзади три китайца стоят. И когда у него спросишь, сколько стоит товар, сейчас посоветуемся. Сколько стоит товар или можно ли, допустим, снизить эту цену. Ещё одна глобальная проблема – отсутствие контроля за иностранцами. Так получается, что под присмотром они только в рабочие часы, всё остальное время предоставлены сами себе. А потому всё чаще мелькают в сводках преступлений. За этот период выявлено 186 административных правонарушений, привлечены к ответственности. Также за весь период за пределы в административном порядке выдворено 204 иностранных гражданина. По закону, иностранцы, которые прибывают в наш город в частном порядке, должны за 90 дней трудоустроиться. Всё чаще такие попросту теряются из виду. Однако и запретить въезд им нельзя. В практике существуют случаи, когда по поддельным документам те, кому въезд запрещен, десятки раз приезжали на территорию округа. Если нужно изменять законодательную базу, давайте выйдем тогда в законодательное собрание с инициативой, чтобы выйти в государство. Он думал, что это всё будет описано так, как положено. Но не так, что мы сейчас эмоционально выступили на этом. Если надо где-то что-то изменять и что-то это делать. Только за 2012 год на территорию округа въехало более 50 тысяч иностранцев. На совещании решили чаще проводить совместные межведомственные рейды, требовать от работодателей усиления контроля за иностранцами, также проверять условия их содержания. И отслеживать пребывание и поведение каждого въехавшего на территорию нашего округа. Ольга Муравьёва, Александр Синельников, Телемикс.